здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале сегодня вас ждет очередной разбор вы меня просили об этом разборе как только это интервью вышло ссылочку на это интервью я дам под своим видео кроме того на днях мне поступило 500 рублей на карточку с сопроводительным письмом от юлии с просьбой разобрать васильеву что меня конечно же очень сильно заинтересовало если человек готов даже потратить на это деньги значит это того стоит поэтому я посмотрела это интервью и честно скажу вам я реально в шоке да действительно продолжайте меня направлять на интересные интервью вы это делаете очень здорово но сегодняшний спонсор нашего разбора конечно же юля поэтому все поприветствуем юлию а я вам сразу хочу дать ответ на самый часто задаваемый вопрос по поводу этого интервью вы же не только мне меня просите разобрать васильеву вы задаете мне вопрос было ли что-то у нее с навальным она ну все интервью буквально утверждала что он вообще такой очень плохой человек и что он двуличный и так далее ну давайте посмотрим что на самом деле было между ними и сразу же ответим себе на этот вопрос и так я включаю первый фрагмент попросил поехать меня с ним даже так да я поехала ну поскольку знаете здесь ведь на врачебном уровне есть определен а то есть вот то что она поехала это действительно правда посмотрите она смотрела вниз но это действительно тактильное ощущение и она немножко расширилась да то есть для нее это было таким знаете самоутверждением в какой-то степени но дальше давайте смотреть на и общение то есть когда пациент приезжает ничего не понимает ничего не знает поэтому у нас и смотрите вот здесь я немножко разделила ее эмоции просто вот в этом фрагменте у меня будет и как женщина и как врач она говорит она мешает все в одну корзину да и пытается этим самым создать определенный образ поэтому я разделила все чтобы ну касаемо женских каких-то эмоций будет вот с этой стороны будут титры что касается врачебных эмоций то вот здесь с этой стороны будут титры и когда она включает роль врача ей это роль нравится она включает иллюстраторы эмоции давайте дальше наблюдать за ней были отношения пациента и врача потому что я много много знаете вот что меня очень сильно сразу же напрягло в ней конечно отношение к ней складывалось постепенно но сразу должна вам сказать что у нее очень много эмоции презрения то есть вот односторонняя улыбочка вот с этой стороны она всегда этой стороной улыбается и это знаете такой сигнал для меня был что человек ко всем относится презрительно да то есть она всегда всех с собой сравнивает и это действительно ее отличительная черта да и вообще знаете как кто коко шанель сказала кажется в 20 лет нам дано лицо которое дала природа в 30 лет жизнь а в 50 то что мы заслужили но вот здесь вот уже я не знаю сколько ей лет но она уже имеет то лицо которое заслужило эмоция презрения у нее присутствует постоянно наблюдайте за лицами и вы увидите у кого морщинки где расположены это все о многом говорит когда ты знаешь эмоции ты понимаешь откуда сформировалась это ему морщинка например вот в данном случае постоянная эмоция презрения естественно формирует морщинки но здесь я пока не вижу этих прям морщинок да но я вижу эмоцию презрения идем дальше вот она все остальное я женщину видите смотрите как она красиво переключается сначала она говорила как врач да что пациент нуждался в том что он как слепой котенок он приехал он не знает никого и его нужно было сопровождать да это вот когда они полетели в барселону для того чтобы спасать ему глаз но смотрите когда она переключается на женщину идет уже превосходство то есть нет не только эмоция презрения но эмоция отвращения челюсть вверх голова в бок полюбуйтесь мной радость то есть как женщина она сейчас самоутверждается что хотите у вас были романтически но потом чуть-чуть что вы хотите немножечко челюсть опустила данную слишком торжествовать здесь неуместно да она это видимо каким-то как-то поняла да что наверное стоит быть немножко поскромнее те отношения с новыми ну что хотите я женщина всякая да да и знаете вот такая вот манипуляция я слабо я слабо я знаете вот здесь конечно не уместно я не хочу чтобы мое видео забанили но есть даже на что слабо да я слабо и дальше идет вина кокетничает но то есть я слабая я позволила себе да и при этом я не вижу ни одной эмоции как у человека который подвергся какому-то насилию каким-то я не знаю домогательством харассменту в конце концов ничего такого нет здесь сидит женщина которая самоутверждается перед нами не ночью красавчик он да и в принципе если даже и было она этим гордиться понимаете она не испытывает никаких неприятных эмоций вот что самое главное ну да дальше мы сейчас уже все поймем да ну просто я хочу сказать что си нет у нее эмоций которые бывают у жертв харассмента возможный хит симпатии конечно были роман был ну какой-то роман наверное был когда ты просто хочешь человек вылечить ему ну и опять она переключается на врача то есть какой-то роман наверно был то есть она сама даже не знает было или не было о чем это говорит да ничего не было просто человеку ну она естественно подпала под его обаяние естественно это понятный процесс потому что ну люди известны и они знаете вот обладают такой харизмой когда ты попадаешь в их поле ты очаровываешься а тем более у них было совместное путешествие да и естественно что она очаровалась этим человеком просто как известной личностью не я не говорю ну я назвала его красавчиком я просто оговорилась на самом деле мужчина известный он уже обладает определенной харизмой и к нему люди притягиваются за счет его известности вообще чем известней человек становится тем больше к нему тянутся люди это такая знаете закон физики или метафизики я не знаю но это ну естественный процесс да и тут она переключается опять на врача помочь то есть ты заботишься не том что о нем как о человеке хочешь вылечить его глаз но это нормально когда между мужчиной женщина возникает к симпатии да видите пошла философствовать это нормально когда между мужчиной и женщиной она не говорит нам конкретных примеров она не не описывает процесса соблазнения как он ее соблазнил и это говорит о том что было но было скорее всего в ее фантазиях понимаете да они вместе что-то делали и она думала что у них есть роман то соответственно возникать к другой уровень отношения до когда мы друг другу помогаем друг другу что-то не знаю что-то рассказываем и так далее это соответственно я ему очень верил видите я ему очень верила а верила простите как врач да что у него глаз болит или в чем конкретно верила да то есть вот вот это вот ее попытка перейти на врача да вот я ему верила а что значит верила поговорили это не значит что был харассмент ну то есть вот вот это вот спуталась у не очень сильно вот это понятие врач женщина даже я как женщина слабо до слабо на кое-что да и вот 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 такое вот что-то но это было непонятно и неприятно сначала как это был собственно так и было да я просто спрашивала зачем и почему вот зачем это все нужно и ответы на это не получала внутренний ответ у меня конечно был это понятно да это просто браво вы понимаете человек сидит вроде бы лицо тело взрослой женщины а психология подростка а зачем это вообще было я задаю вопрос а он мне не отвечает знаете но но это просто вот знаете я даже не хочу это озвучивать те ассоциации которые у меня в голове складываются когда ну бывает такой вот из искра какая-то пролететь между людьми видите на слове искра подняла челюсть то есть для нее это вот это она описывает свои эмоции свои ощущения у нее да действительно была искра да она там может задавала ему какие-то вопросы а он может в недоумении думал боже мой очередная дура влюбилась меня ну то есть вот как то так и тоже не смущает для тебя алексей то что у тебя жена как-то это обсуждали нет мы это не обсуждали потому что видите но тут у нее хоть немножко сложились пазлики да и чуть-чуть вины появилась но ненадолго она так сжалась ну немножко до нее дошло что заходила то она на чужую территорию видела что он же не очень с глубоким отношением относится видите с глубоким отношением относится то есть она сама это видела что жена для него на первом месте какие тут вообще дальше действительно видите как она жене говорит ну челюсть опускается и через немножко в сторону уходит до сжимается с отвращением ну то есть к жене она очень неприязненно относится и ну понимает что если бы не она то у них бы все сложилось цвет на так виде ну вот про жену говорит да пронаблюдайте за ее эмоциями но она говорит о сопернице а соперница в своей голове да видите как челюсть в сторону до веку когда ты ему веришь как видите она говорит опять о своей привязанности за ним идешь поверила поверила что глаз болит опять задаю вопрос поверила у нее так много было что я ему поверила а что именно поверила что он она ни разу не сказала что он ей обещал он обещал ей развестись или или что вот что было ничего не было она просто они там поговорили пока там ехали в эту барселону в барселоне покажи как-то поговорили может как-то сблизились ну как друзья сблизились но он там может вообще ничего ну да действительно между врачом и пациентом бывает какая-то связь это нормально бывает вот какие какие-то ну я не знаю не не увлечение а просто близость возникает да когда врач ты думаю что он к тебе с душу но он действительно часто бывает особенно вот так вот когда они вместе поехали ну действительно с душой врач относится да и возможно вот какая-то близость сформировалась но это не было романом это не было фактом измены там фактом того что он ее к чему-то принуждал а даже более того давайте конечно не хочется чтобы ты прекращалась это нормально видите она сама не хотела чтобы это прекращалась понимаете какой харассмент она сама себе нарисовала воздушные замки она сама в это влюбилась и она не хотела чтобы это заканчивалось действительно да я верила что я смогу как-то помочь могу что-то сделать хорошее что именно хорошее разрушить семью да вот вот в этом контексте я не пойму что хорошая она собиралась сделать еще конечно не было не просто не было обидно мне было и больно и неприятно видите на слове больно она смотрит вверх то есть больно из моих фантазий больно из моих вот того что я придумала да мне было больно не было боли настоящий понимаете настоящая боль почему мы смотрим вниз потому что тело находится внизу если есть там источник боли или источник но если мы что-то щупали трогали мы смотрим вниз мы чтобы вспомнить эти ощущения но этих ощущений вообще не было это все было вот там вон там в области фантазии да действительно хорошо работающая фантазия она нужна каждому человеку без нее жить очень тяжело особенно нам женщинам да ну всегда рассчитываешь на какую-то порядочность когда он пришел себя в дождите порядочность это значит он должен был бросить семью детей да и и уйти к ней да ну наверное это она понимает под словом порядка причем знаете вот что касается порядочности дальше мы прям с ее слов а вот эту всю историю обрисуем и действительно алексей повел себя с ней очень порядочно и ну это это будет дальше но сейчас давайте смотреть дальше хотелось бы разговаривать вы просто то есть после отравления когда он еле живой вышел его окружалась семья и он не захотел с ней разговаривать и ее это действительно за дело то есть она себе нарисовала что у них отношения да и выйдя из кома он должен был срочно обратиться к ней но он этого не сделал и все все значит он поступил непорядочно он вообще просто мерзавец последний но и после этого понесло тетеньку мне конечно это было как-то ну ну совсем неприятно я просто не понимаю когда ты узнаете отдаешь человеку какую-то часть себя да там часть складываешь какое-то свое эмоции чувства свои да какие-то то есть этот друг ты получаешь какой-то такой удар в спину удар в спину вы видите она говорит только о себе она не говорит ни об одном факте харассмента она ни о чем об этом не говорит она описывает свои ощущения это ведущий просто так интерпретирует вопросы чтобы это звучало как будто у них что-то было да когда не задумываешься и внимательно не слушай что именно она говорит то может сложиться ощущение что у них действительно был вот какой-то ну какая-то бы был состав преступления но его не было вот еще на эту же тему давайте ее же посмотрим послушаем я представляю сколько как бы хейта критики обрушится на вас да потому что вот здесь сидит такая блондинка эффектная да он там бедные в тюрьме и так далее тому подобное но факт остается фактом неважно понимаете президент или слесарь ну как бы слово харассмент никто не отменял я же правильно понимаю что как бы изначально это было с его стороны я правильно понимаю да да конечно видите сколько сомнения в этом улыбается и смотрит вверх опять то есть да да наверно наверно где-то там это было причем столько сомнений а вот вот это голову на бок это к плечу то есть я не знаю вообще и смотрите как интересно манучаров сам озвучил вот то что надо было нам с вами услышать да а ее просто попросил подтвердить очень хороший ход на для того чтобы мы с вами что-то сами придумали чаще так и было видите какой мечтательный взгляд и чаще всего так бывает конкретно харассмент скажите когда он начался что происходило если это было на самом деле даже вспомните ту же монику левинский она в подробностях описывала это все понимаете это можно описать даже ну хотя бы там даты назвать хотя бы какие-то обстоятельства каких-то свидетелей да ну что-то надо было описывать чем подробнее и вообще если бы это на самом деле было то манучаров строил бы вопросы по-другому вопросы были бы более конкретными не знаю не такой же он идиот чтобы ну вот так вот обтекаемо о фактах говорить обтекаемо говорят когда хотят запутать понимаете и вот он сейчас очень обтекаемо но четенько обозначил что надо нам услышать да что нам надо придумать додумать она просто сказал ну да так бывает вот все что она она реально уходит от конкретного случая потому что говорите ничего понимаете что сначала инициативу за мужчиной это действительно так ну да понимаете знаете вот сейчас мне такая ассоциация приходит как это женщина приходит в полицию горит меня изнасиловали поймайте преступника я еще хочу вот вот тоже самое причем тут даже они не изнасиловали тут просто она мечтает об этом вот и все и да это бывает и как раз от мужчин обычно да я знаю да я слышала что мужчины действительно настаивают на этом но это не мой случай а сказала ее тело и постановка и поэтому ребят не было никакого факта были с ее стороны просто какие-то фантазии да действительно она попала под очарование этого человека и это неудивительно так я себя передвину потому что я закрываю ее и мне это совсем не нравится а да ну а в догоночку к тому что вот она такая прям борец за справедливость пришла да вот отстаивать правду да давайте посмотрим но до такой степени что не отвечать мне не брать трубку и не ну там трубки там не было даже просто через соответственно наших общих то есть не брать трубку потом трубки не было в общем вот это вот все но это атас просто не знаю там как это сказать сотрудников до пыталась там за нее достучать чтобы передать какую-то информацию ну просто это было неприятно но это был неприятно видите локтем занимает больше пространство считает что да я должна иметь больше пространство да я имею на это право но это ее восприятие дано она так считает она действительно так считает и челюсть высоко держит но конечно королева пришла поведать нам о том, как ее бедняжку соблазнили. Ну, видимо, знаете, жизнь она такая, надо учиться вырабатывать кривые корни, чтобы... Ну, с кривыми кормнями у тебя, подружка, все в порядке. Стоять крепче. А градус честности меняется из-за того, что он сейчас в тюрьме? Я абсолютно искренний человек. И вы знаете, но от того, что он... Знаете, вот подмена понятий вот здесь вот. У нее очень много этих подмен понятий. Она пропагандирует какие-то очень правильные вещи, да, и не прислушиваясь к тому, что за ахинею она несет, можно, может сложиться впечатление, что правда такая правдорубка пришла, такая честная, замечательная, классная. Вообще, она пришла за правдой, да, но на самом деле ее противоречие, я вам прям покажу, вот эти факты, домыслы. Она как раз и говорит, я привыкла оперировать фактами, и потом там домыслы пойдут. Ну, то есть вот это вот все у нее реальная подмена понятий. И вот она такая, я честная, да, сидит в тюрьме, не сидит от этого. Видите, как презрительно фыркает на основе тюрьмы. Тюрьма и вниз, посмотри, сейчас. Истина, она не меняется совершенно. Да, ну, истина, она не меняется. Она действительно не меняется, поэтому от того, что ты фантазируешь или там как-то себя пропагандируешь каким-то прекрасным человеком, ты прекрасным человеком не становишься. А просто, и от того, что его сейчас закапываешь, никаких бонусов не получишь. Ну, это, я думаю, что ей это придет со временем понимание и осознание. Ну, ладно, Бог ей судья, да. Главное нам с вами вот таким вот вещам не верить. И самое главное, вот то, что я вам сейчас сказала, давайте я включаю фрагмент и пронаблюдаем вот эту подмену понятий, вот прям конкретно. Вот, знаете, часто это в жизни происходит, когда человек говорит как бы вот так правильно все, а по факту делает все совершенно противоположное. И причем вот то, что он говорит, да, вот под лозунгами, когда вот этот лозунг убираешь, оказывается, что там все совершенно противоположно. Давайте смотреть. И я привыкла во всем разбираться досконально. То есть, понимаете, вот есть факты, а есть мнение. И меня в данном случае интересуют только факты. Ну, то есть, поняли, ее интересуют только факты. И дальше у нас пойдут сейчас домыслы. Факты следующие. То, что любой русский человек, вообще любой нормальный человек, я бы сказала, он должен разбираться сначала в фактах, а потом высказывать какое-то мнение. И если мы посмотрим на исторические, не политические факты, то, что сейчас происходит в Украине, меня, честно говоря, вообще поражает. Ну, поражает это оценочное осуждение. Она сейчас нам говорит о своих эмоциях по поводу того, что якобы происходит в Украине. Да, то есть она вместо фактов нам сейчас выдает оценочное осуждение. Но при этом она перед этим сказала, меня интересуют только факты. И многие вот это вот, весь ее бред, который идет дальше, воспринимают как факт. Потому что она-то разобралась, мы-то ей верим, она-то у нас умная, она же пришла на интервью, значит, она интересна, ее мнение интересно. Понимаете, как подходит? Вот это вот подмена понятий. А факт на самом деле заключается в том, что Украина абсолютно другая страна. И от того, что соседи назвали ребенка своего Андреем, это не значит, что они чикатило поклоняются. Ну, поэтому это полный бред, понимаете? Когда героями становятся такие люди, как Степан Бандер и Ярослав Тицко, ну, на мой взгляд, это просто огромное... Опять, на мой взгляд, это оценочное осуждение. Понимаете, вот то, что даже там называют, да хоть как называют, это их страна, это их вот место, где они живут. Что нам лезть? У себя надо разбираться? Нет, ну, надо же разобраться там. Как же они сына Андреем назвали? Это ж вырастет, чикатило. Он же нас потом поубивает всех, да? И еще один факт, она забывает, в Украине идет война. То есть, получается, что надо пойти и соседей убить за это, да, что они назвали сына Андреем. Я не пойму, вот примерно так, да? Ну, абсурдище. Их ошибка, и благодаря этому они не смогут просто завоевать какое-то уважение или завоевать какое-то... А, это значит, она переживает за то, что они не... У них не будет уважения, да? То есть, если они назвали там улицу определенным образом, их никто не будет уважать, значит, за это надо их поубивать, что ли? Я не поняла. То есть, у нее логика вообще вот полностью отсутствует. Причинно-следственные связи вообще вот их нету. Это статус. Соответственно... Кто финансировал фонд ФБК? Я, честно скажу, я не знаю, кто финансировал. Я знаю, что... То есть, она не знает, она не обладает этой информацией, то есть, факт, я не знаю, но, я думаю... Были некие руководители ФБК, которые, соответственно, что-то там как-то финансировали. Ну, информация для меня это закрыто, я не знаю. Но, понимаете, когда вот я начала осознавать, что это некая работа, за которую платят деньги. То есть, если это работа, за которую платят деньги, то есть, платят те люди, которые заинтересованы в результатах этой работы. Это, знаете, как анекдот. Извините, ни в коем случае никого не хочу обидеть, но старый советский анекдот звонит еврей в Министерство финансов и говорит, а это правда, что евреи Россию продали? Ему отвечают, ну, да, еврей, гад такой. Да, вы продали. Извините, а где я могу получить свою долю? Вот примерно то же самое, понимаете? То есть, она поняла, что там есть какие-то деньги. Откуда-то они берутся. А чем мне так мало платят? Ну, насчет оплаты там дальше пойдет. Ну, то есть, понимаете, вот это вот подмена понятий. Да, сначала говорит, что я опираюсь только на факты, а потом бах, оценочные осуждения. По фактам вообще ничего нет, понимаете, никаких вообще. Вот просто как посмели назвать улицу каким-то, я не знаю, я его не уважаю, а почему назвали им улицу? Ну, это полный бред, понимаете? Это полностью вообще за гранью понимания нормального, адекватного человека. И кроме того, ну, неужели человеку нечем заняться в России? Вот она сама как раз с фондом ФБК занималась тем, что спасала врачей, да, там, несправедливо, уволенных, еще что-то. Сколько бардака в России есть, и этим заниматься, не перезаниматься. Ну, нет же, надо разобраться, как это там улицы назвали, да, бессовестные. Еще по поводу фактов и домыслов, да, давайте посмотрим. Это такое когнитивное искажение, когда люди с низкой квалификацией принимают ошибочные решения, делают ошибочные выводы, но в силу того, что у них низкий уровень квалификации, они этого не понимают. Ну, явно о себе говорит. Я о себе очень высокого мнения. Вот, к сожалению, вот этот синдром Данинга-Крюгера был у Алексея. Конечно, это печально, это неприятно. Для него главные какие-то цели, которые он преследует, и их нужно достигать какими-то, ну, любыми путями. Для меня это неприемлемо. Надо прежде всего оценить людей. Не оценивать, а оценить это раз. Видите, какие правильные вещи говорит? Не оценивать, а оценить. И когда она это произносит, мы думаем, действительно, если она так говорит, значит, она так и делает. Но при этом она целый ворох нам вот взяла, от оценки, да, поставила диагноз уже этому Алексею. При том, что Алексей-то, мы все знаем, кто такой Алексей, и смотрели это интервью, я думаю, только благодаря фамилии Навальный в названии этого ролика. Вообще, Васильева, когда мне стали писать, Васильеву разберите, я думаю, что, актриса, что ли? И еще вопрос такой, оправдали, что к ней домогался Навальный. И я думаю, что, вроде по возрасту там совсем не подходит. Там же есть, девчонки посимпатичнее, даже если бы там что-то и было, то явно не с какой-то актрисой, Васильевой, да? Я так прям даже опешила. Но когда увидела эту мадам, поняла, о чем речь. Но вообще, никто не знает, кто это такая вообще. И на его имени пришла пиариться, поставила ему диагнозы. То есть, вот полный атас, но при этом, я же не могу людей оценивать, я их ценю, я привыкла уважать людей, я привыкла все по-честному, и делает все, как хочет. Но при этом, периодически нам напоминает о том, что у нее есть какие-то принципы. Ну, это просто верх цинизма, я считаю. Ну, давайте смотреть дальше. Вещи, знаете, я не склонна людей осуждать, я склонна людей понимать. Есть такие вот мужчины, которые вот говорят, им надо вот вынь да положь. Вот Алексей, к сожалению, такой человек, да. Он властный очень. Видите, сколько презрения, сколько вообще так смотрит с ненавистью, да? Авторитарный, не терпящий возражений. Человек, который будет добиваться своих целей любыми способами. У него, на мой взгляд, три главных мотивации. Это, прежде всего, власть, еда и секс. Ну, это она себе так придумала, да, сейчас, потому что он ей отказал. Вот и все. Понимаете? И женская месть, она самая сильная, кстати. Мальчишки, вам на заметку, если вы отказываете женщине, делайте это мягче. Потому что мы, женщины, умеем мстить, а месть она хороша, холодненькая. Когда вот он сейчас в тюрьме сидит, ничего ответить не может, да? Но, кроме того, может, он даже и не знает вообще. Может, там сколько, 300 тысяч просмотров на этом ролике? А кто будет смотреть какую-то Васильеву? Вот вы только мне прислали, да, название. Я бы никогда в жизни вот этот отстой даже смотреть не стала. Да, следующий фрагмент, давайте по поводу ее деятельности, потому что там тоже очень интересно так вот, ну, то есть поняли, да, ничего там не было. И вот самое интересное, как вообще происходила эта деятельность и вообще все, что происходит. Ну, вот давайте слушать. Любой человек, который делает какую-то работу, тем более юрист, он должен получить за это деньги раз. У нас есть юристы, которые работают безвозмездно. Есть. Такие есть. Их мало, но они есть. То есть она сейчас рассказывает о том, что когда ФБК перестала ее спонсировать, ее фонд просто-напросто загнулся. И это естественно, потому что у нее нет ни финансовых ресурсов, ни информационных, ничего нет у нее, да. И то, что начиналось, это только благодаря ФБК. Но, конечно же, она этого не помнит. Она думает, что она такая крутая, что она сама все вытащит. Ну, естественно, давай вперед. А сейчас она жалуется, да, жалуется на жизнь. Жизнь стала тяжеленькая. Не менее даже, чтобы поехать, например, у нас есть, например, в Иркутске наше отделение, да. То есть юрист должен купить билет и поехать в Иркутск. А как раньше это работало? Нам помогал ФБК, нам помогала Навальный. Видите, как она тише говорит, потому что, ну, как бы не очень это вяжется с этим интервью, да. Я пришла рассказывать про то, какая я крутая, а тут, получается, надо признавать все-таки, что это они мне помогали. То есть, получается, без ФБК она никто, по большому счету. Дальше. Они помогали нам финансово. Рабочие отношения, это когда вот есть работодатель, согласно 15 статье. Ну, это когда Манучаров задал ей вопрос по поводу, рабочие или личные отношения были. И вот она начинает тут у нас опять витиевато отвечать. Но самое главное, информацию, которую она сама же озвучила. Трудового кодекса. А есть те человек, которые получают зарплату, работник. Я первое время вообще никакую зарплату не получал. Я делаю все чисто на своем собственном энтузиазме. То есть, только первое время она ничего не получала. А потом ФБК даже ей платили зарплату. То есть, она сделала дело своей жизни за счет того, что просто удачненько села на шею ФБК. Ну, вот и все. То есть, профсоюз, вот как он есть, он построен чисто на моем энтузиазме. Ну, прям на энтузиазме. Ну, вот прям на энтузиазме. Это просто браво. Это просто вау. Это зашквар полнейший. Извините за французский, но вот по-другому не назвать. Давайте следующий фрагмент. И поскольку он был несколько мне обязан, там своим глазом, например. То есть, сначала, как строились их отношения. Они съездили, в какой-то степени сблизились. Сблизились, ну, просто там поговорили о чем-то. Она ему рассказала о своих идеях. Он сказала, давай я тебе помогу. Ну, по-дружески, может быть, не знаю. Ну, вот как-то так. Ну, когда речь идет о здоровье, да, естественно, они сблизились. Но насчет факта там измены мы с вами выяснили. Да, вряд ли он там был. И, судя по всему, ну, 99% что это она себе сама придумала. Да, а дальше она его держит за Фаберже. Да, вот за то, что он пообещал. И поэтому он просто ей в благодарность. Это вот чувство вины, за которое часто нас цепляют. Это такая классная манипуляция. Вообще три рычага манипулятивных этих рычагов. Основных, знаете, вот три столпа манипуляций. Ну, кстати, под видео у меня там есть ссылочка на курс манипуляций. Если интересно, заходите, там вот все это описано. Так вот, и за один из этих рычагов ее, вернее, она держит Навального, да, и он начинает ей абсолютно безвозмездно помогать. Вот что она нам рассказывает, да. Дальше. Видите, с каким презрением она это говорит. То есть я его хорошо взяла за эти самые, да, и он мне стал помогать. Помогала вообще во всех медицинских вопросах, наверное. Он поэтому и дал мне такую возможность. Но потом, когда видео вышло, это уже была другая ситуация. Хорошо я сейчас понимаю. Видите, как сразу челюсть поднялась, и такая, видео вышло, пошел успех, все меня увидели, я поняла, что есть что делить. И вот здесь началась уже грызня. Потому что он тогда понял, что вот эти вот видео и вот эта интерпретация фактов о том состоянии медицины, которое действительно есть, и действительно проблем их каких-то в медицине, это может... Кстати, вот она там в этом интервью поддерживает СВО, поддерживает руководство. Но при этом все-таки ее деятельность основана на том, чтобы с этим руководством бороться. Потому что, ну, вообще вот то, что изначально начиналось с Навальным, вот та идея, это, ну, восстанавливать как-то там врачей несправедливо уволенных, да, восстанавливать больницы и так далее. То есть вообще, в принципе, очень хорошая идея, да, хорошая, и это борьба с системой. А она на интервью эту систему всячески поддерживает. То есть она вообще потерялась, ребят. Вот это просто подросток пришел, и нам что-то начинает с умным видом рассказывать. То есть вообще вот непонятна ее позиция. Она всячески, ну, и кроме того, ей помогли, да, но видите ли, они не правы. Они во всем не правы, только я права. Ну, хорошо, ладно, сама давай. Сама загибается. То есть вот это вот все, она уже сама запуталась. Что ей надо вообще? Может дать ему политические очки. Тогда я этого не понимала. Сейчас я, конечно, уже это прекрасно понимаю, что он увидел в этом какую-то свою выгоду и реализацию своих политических амбиций. Ну да, конечно. То есть сначала она его держала за чувство вины. Потом оказалось, что это добавляет ему весу, и она поняла, что здесь можно еще и больше что-то иметь. Да, его можно взять покрепче заинтересоваться. Ну, он-то, в общем-то, да, получается, он на своей платформе за свои деньги все это сделал, да. А видите ли, он сел на хвост, оказывается, вот так вот. Да, вообще просто браво, такие передергивания фактов. Я просто впервые вижу такую циничность. Ну, ладно, значит, вообще логика у человека напрочь отключена, да. Вот она борется с системой, ну, вот изначально, но она за систему, да. И самое главное, вот это просто, знаете, меня убило, убило. Давайте смотреть. Он создал такое направление, такая компания, это профсоюз Навального. Я, честно говоря, была просто в шоке. Видите, с каким презрением она это говорит, да, и она была в шоке. В шоке. Потому что, ну, во-первых, со мной это совершенно не обсуждалось, и я понимала, насколько это может много принести проблемы моим членам профсоюза. Ну, так надо было пойти к Путину. Я не знаю, пришла к Навальному, да, пришла, взяла у него денег, да, и возмущается, что эти деньги от него, или что это узнали, или что, я не поняла. Вообще, получается, то, что он назвал своим именем, а он имеет право, тогда пойди возьми у Путина, раз ты его так хвалишь, возьми у Путина, что-то Путин тебе не помогает, я вообще не пойму. Или Манучаров, который тебя выводит на вот эти вот откровения, откровения так называемые, да, то есть вот денег она взяла, но дальше прав, то есть он обязан, но он ничего не имеет права. Вот, вот примерно так, знаете, как купить машину и вообще вот, ну, забыть о ней, подарить вот какой-то мадам, просто потому, что она когда-то помогла с глазом. Ну, в общем-то, он так и сделал. Ну, дальше она еще машину просит, да, да. Сынским работникам, простым людям. Ну, то есть цель у него была не помощь людям, а политическая вывода, правильно? Видите, как Манучаров наталкивает ее, точнее нас с вами на определенные выводы, да, его цель была не помощь людям, он нарабатывал очки, а то, что он свои деньги тратил, ничего вообще, ребят? Ну, конечно, это, ну, это... Видите, ну, конечно, и голова к плечу, я не знаю вообще, просто соглашается чисто потому, что, ну, там какие-то интересы тоже есть. Видите, это его работа. Дело в том, что у нас результаты были, мы же помогали людям, мы помогали и добивались каких-то результатов и, в общем-то, неплохих результатов. И для меня важен результат помощи. Наконец-то хоть одна здравая мысль. Это самое главное было для меня. А вторично уже, там, то, что Алексей получал какие-то свои политические очки, он их получал, конечно, да, но, знаете, меня это на тот момент волновало намного меньше, чем реальная помощь людям. Была такая плата, да? Ну, хоть что-то здравое она сейчас сказала, да? Вот помощь людям происходит и плата в виде этих политических очков. Ну, что значит плата? Меня-то это никак не касалось. Понимаете, он действительно, ну, он получал свои политические очки, но еще раз, это его работа. Ну, конечно, вот именно, вот именно каждый выполнял свою часть работы. И что я не пойму, ей не нравится. Ну, то есть сначала мне не нравится, потом в итоге она сама же объясняет и говорит, да все, в общем-то, нормально было. Да, вообще браво, браво, браво. Но вот все-таки самое интересное, я думала, сейчас этот фрагмент будет. Ну, вот этот фрагмент, мне просто, я в восторге. Сегодня вы видите что-то общее между ФБК и киевским режимом? Да, конечно. То есть посмотрела вверх, фантазии, да, пауза, да, замерла, да, вот эта часть, видимо, была обговорена, это надо проговорить. Для того я в этом разобралась. Потому что когда нам помогали, помогали, да, и через какое-то время сказали, что мы вам теперь будем меньше помогать или вообще не будем помогать. И, ну, вы представляете, вот в каком положении оказалась не только я, как лидер альянса врачей, а мои коллеги, вся моя команда. Когда у меня уголовное дело, у меня там полицейский около двери, вот, я пишу, что, ну, мне нужна помощь, нам нужно финансирование, нам нужны финансы, чтобы как-то выбраться из этой ситуации. А мне как бы ничего не отвечают. И там, ну, отвечают, что, ну, вот сейчас это опасно, мы там переведем вам через какие-то другие системы. Я говорю, какие системы, как это все работает? И в ответ молчание. Ну да. Когда у людей начались проблемы, проблемы, кстати, благодаря тому режиму, который она поддерживает, да, благодаря вот этим, этому трэшу, который начала эта система, да, система там, ну, знаем кто, да. То есть, когда у людей начались проблемы, оказалось, что люди плохие. Проблемы-то и у них, и у нее, ну, и у нее, естественно, так как они ее содержат, да. И, знаете, вот буквально недавно я у одного блогера услышала такую мысль, что нельзя помогать людям. А, знаете, меня внутри так это возмутило, а как это, почему нельзя помогать людям? А блогер обосновала это. Она говорит, вот сначала ты помогаешь из благих побуждений, потом от тебя эту помощь ждут. И ты продолжаешь помогать по привычке, да. Потом от тебя эту помощь уже требуют. И если вдруг у тебя происходит что-то, да, или ты перестаешь просто помогать, то тебя ненавидят. Ну, вот здесь то же самое произошло. Ребят, вот, знаете, вот эти вот слова ее, честно говоря, я не хотела бы настолько разочаровываться вообще во всем, да. И я бы хотела, ну, как-то вот носить, продолжать носить розовые очки. Но получается, что ведь это правда. Не надо помогать. Вот особенно, когда вот так вот, понимаете, она сначала села на шею, там, потому что когда-то, причем она же это не бесплатно явно сделала, ему там с глазом помогла, да. Сначала на чувстве вины она села на шею, потом она стала, еще интересов добавилась, да, с ней сотрудничать. Потом она стала уже наглеять, она посчитала себя полноправным хозяином. Но самое интересное уже, вот она когда, давайте посмотрим, вот по поводу отношения к Певчих, это вообще просто от ас. А, да, кстати, ну, ладно, давайте смотреть. Многие, наверное, смотрели интервью, да, Мария Певчих с Дудем. Видите, вот наконец-то она стала смотреть вниз, а вниз она смотрит тогда, и вообще мы смотрим вниз, когда нас это непосредственно касается. Вот здесь оно находится, да, и это действительно нас как-то цепляет. Вот тогда мы смотрим вниз. Вот когда мы мечтаем, мы смотрим вверх, и когда там она рассказывала про, ну, так называемые отношения с Навальным, это все было вверху, да, в области фантазии. А здесь вот про Певчих, да, про Певчих надо смотреть вниз. Ну, как же такое пропустить-то можно? Ну, да. И этот с такой ревностью, как же такое пропустить, да, и держит рот руками. Ах ты ж, блин, гад, Дудь, такие просмотры. Я тоже посмотрела, я все ждала. Сколько презрения, да, с опущенной челюстью. Ну, вот презрение с опущенной челюстью, помните, да, если презрение с высоко поднятой или с ротом, ровной челюстью, оценка в мою пользу, когда челюсть опускается, оценка не в мою пользу, да, то есть получается это подавленность, да, я тебя оцениваю, и, к сожалению, я до тебя не дотягиваюсь. Ну, действительно, Певчих все знают, а кто такая она? Дала вопрос. А вот она там рассказывает, что дроны они там теряли много раз, когда на Рублевском шоссе они там что-то снимали, хоть дома там дроны падали и все. Я просто знаю, сколько стоят дроны, вы тоже, наверное, знаете, да, что он стоит. Ой, выпрямилась бедняжка, так нервничает, так нервничает. И вопрос, а деньги-то откуда? То есть вот так спокойно там дроны эти падают все, да, там один там полмиллиона стоит, второй полмиллиона стоит. А деньги-то откуда? Ну, вы знаете, здесь, извините за такую опять-таки пословицу, ну, вот просто все ее интервью, мне вся народная мудрость лезла в голову. Есть, я не знаю, чья пословица, я ее с детства знаю, не знаю, это украинская, русская пословица, но есть такие слова, посади свинью за стол, она и ноги положит на стол. Вот здесь то же самое, вы понимаете? Ей помогали, а потом она стала размышлять, а что это ты вообще в норковой шубе ходишь, а чей-то ты на крутой машине ездишь, ты должна мне помогать, да? Ну вот, вот вам продолжение, вот называется, я вообще просто в шоке, в шоке от этого цинизма вообще, я не помню, чтоб я такое видела в своей жизни, ну, хотя нет, бывают такие люди и в своей жизни я встречаю, я просто всегда забываю плохое, я такой вот человек, который предпочитает видеть в людях реально только хорошее, а плохое стараюсь всегда забывать, и плохих людей тут на канале, наверняка вы, если покопаетесь, вы найдете мои разборы, как я кого-то разбирала и совершенно искренне возмущалась, но потом я об этом забывала, потому что моя нервная система для меня дороже, и вот такой уровень цинизма, я не знаю, может вы мне в комментариях напишите, про кого еще можно так много плохого понять, но вот это просто, это зашквар, это просто, я не знаю, у меня нет слов, напишите вы, пожалуйста, в комментариях свое мнение по поводу этого человека, и вообще, насколько я старалась быть сдержанной, извините, если меня где-то заносило, но это, это еще малая часть того, что я по эмоциям испытываю, но это просто трешатина, это, да, поэтому спасибо вам, мои дорогие, за то, что вы так активно мне во всех комментариях писали, просили, вот просто я уже думаю, ну ё-моё, надо посмотреть, кто это такая вообще, ну и это, это было нечто, это, ну меня, конечно, пока я смотрела несколько раз так бомбило, я просто не могла дальше смотреть, вот напишите, как вы, смотрели ли вы это интервью вообще, вот свое мнение, очень мне интересно, а да, не забывайте поставить лайк этому видео, не забывайте, я не знаю, подписаться, если вы случайно попали на мой канал, мы здесь на самом деле занимаемся разбором невербального поведения, манипуляций, и под видео есть ссылочки на все курсы, которые вы можете приобрести, а я с вами на сегодня прощаюсь, люблю вас всех очень сильно, пока-пока! Да, где у меня кнопочка?